Ну что, друзья, всем привет! Это новый выпуск на канале, и сегодня я расскажу вам про свой проект. Это студия детских праздников «Космос». Погнали! Давайте немножко расскажу, что это за проект. Студия детских праздников «Космос» — это предприятие, так скажем, маленькое, микро, по организации детских мероприятий любого типа и формата для детей. Это могут быть детские дни рождения, это могут быть детские праздники, детские вечеринки, выпускные из детских садов, выпускные из школ, там, начальные классы. Вот, в основном клиентура у нас — это дети примерно до 14 лет и, соответственно, их родители. Вот такой формат. Здесь мы проводим детские мероприятия. Внутри этих мероприятий — это различные квесты, шоу-программы, аниматоры, различные оформления дня рождения. В общем, в принципе, этот формат понятен. Я думаю, вопросов по нему не должно быть. Откуда появилась идея организовать такое направление в городе Полевском? Это идея не моя. Мне ее предложили две замечательные девчонки, которые пришли ко мне однажды, сказали, что, Миша, у нас есть идея, давай организуем такой проект в городе Полевском, так как подобных форматов здесь нет. Мне она очень понравилась, потому что это дети, это радость, это веселье. Я посчитал, что это будет круто, потому что действительно на тот момент такого формата в городе не было. И, по моему мнению, по моей интуиции, оно должно было выстрелить. Но этого не произошло, об этом я расскажу чуть позже. Что мы сделали дальше? Мы встретились, я попросил девочек сделать краткий анализ, то, что есть в городе, чем в городе занимаются сейчас другие организации. Это были такие, так скажем, наши конкуренты. И мы выяснили, что в основном в этой сфере все организации, они образовательные для детей. То есть кто-то что-то чему-то учит. Это иностранные языки, физкультура, речи, культура, общение. Там разные такие направления, в основном не образовательные. Развлекательных направлений у нас в городе очень было мало. На тот момент была, по-моему, всего одна организация, которая занималась этим уже очень давно. И у них было маленькое помещение, в котором, так скажем, не вариант было проводить какие-то большие-большие-большие-большие праздники. А мы изначально ориентировались именно на них. После того, как мы сделали краткий анализ, я, кстати, был очень удивлен, что девчонки так загорелись этой идеей, что через 2-3 дня они мне принесли кучу листов. На них был уже весь готовый проект. То есть и ремонт, и аналитика того, что сейчас есть в городе, и сколько это выйдет по деньгам. Я очень сильно был удивлен и понял, что нужно быстро-быстро-быстро все это делать. Вот, пока горят глаза, пока есть такая идея, пока не взялся и не сделал кто-то другой. Ну и мы приступили уже к работе. Все любят цифры, все спрашивают про цифры, поэтому давайте тоже про цифры скажу. На начальном этапе мы потратили 120 тысяч рублей. Это только на ремонт помещения. Ну там ремонт, может быть, какой-то небольшой инвентарь. В девочке делали дизайн сами. У меня на то время уже было помещение, оно пустовало. И мы решили здесь и организовать. Вот. Я второй раз был удивлен, когда уехал, уже не помню, там, то ли в отпуск я уехал, то ли куда-то по работе я уехал. Я был очень удивлен, когда девчонки за очень короткий промежуток времени сами сделали здесь ремонт. На начальном этапе в их работу вообще не лез. То есть мы обсудили, как это будет выглядеть, какой будет формат. И приступили в работе. Девчонки все очень-очень-очень быстро сделали. Вот. Дальше после ремонта мы сделали полную упаковку. Вместе с девчонками посидели. Они предложили различные варианты шоу-программ. Это квесты, это бумажное шоу, это разные там крио-шоу, оформление меловой доски, организация праздника, организация мероприятия. В общем, разные-разные-разные шоу-программы для детей. Вот. И потом уже по ходу работы мы смотрели, что заходит, что не заходит. Вот. И это очень крутой проект на сегодняшний день. Да, он не принес нам какой-то сверхприбыли, но он очень крутой, потому что дети – это счастье. Вот. После того, как мы закончили ремонт, сделали упаковку, приступили к рекламе. Реклама – двигатель торговли. Это все знают. Я занимаюсь рекламой, это мой основной бизнес. Поэтому, в принципе, я уже понимал, что нужно делать для такого формата, для такого города. Мы полностью упаковали наши социальные сети. Это Инстаграм, ВКонтакте. Сделали сайт. Немножко поработали с наружкой. Это распечатали листовки пригласительные различные. И раздали эти листовки по почтовым ящикам с купонами на скидку 1000 рублей. Примерно было тогда 5000 листовок. С них были действительно клиенты. Ну вот и все. И так стартанули. К Новому году у нас уже за первые три месяца у нас уже было достаточно большое количество клиентов. Мы достаточно много уже поработали. Поняли, какие ошибки. И на следующий год уже начали вплотную этим заниматься. Теперь скажу, 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 что по работе. Основной поток клиентов был из социальных сетей. Но мы занимались не только этим. Мы участвовали во всех, наверное, которые проходили на то время мероприятиях в городе Полевском. Это были различные гивы, различные розыгрыши, различные другие мероприятия, выставки. Я со своей стороны рассказывал всем, что у нас есть такой крутой проект. Девчонки вообще просто бомбили социальные сети. Постоянно выкладывали посты, оформления, делали какие-то акции. Ну, в общем, мы делали реально все, что было в наших силах, вот, с минимальным бюджетом. И это работало. На тот момент это приносило свои плоды, свой результат. На данный момент этому проекту уже два года. Вот. Девчонки, которые начинали этим заниматься, они сейчас занимаются уже другим своим проектом. У них два других проекта. Это студия, фотостудия, и они занимаются проведением свадеб. В какой-то момент они пришли ко мне и сказали, что мы больше не можем заниматься праздниками, так как у нас больше, ну, не хватает времени. Мы нашли другого человека тебе, который будет этим заниматься, который горит. Она у нас работала аниматором, мы с ней обсудили все детали работы, и, в принципе, она уже начала этим заниматься. Вот такой бизнес. Сейчас по помещению большой плюс в том, что здесь нет аренды, вот, и это и есть большой минус. Потому что, когда здесь нет аренды, ты всегда мысленно думаешь о том, что, ну, блин, вроде как бы аренды нет, поэтому, ну, есть клиенты, есть, нету и нету. А когда есть аренда, ты в любом случае понимаешь, что тебе нужно что-то делать для того, чтобы у тебя что-то было. Я имею в виду клиенты и там деньги и все остальное. Вот. Поэтому это тоже такое двоякое. Есть в этом и плюс, есть в этом и минус. Мы поняли за вот эти два года работы, поняли, что, ну, по крайней мере, я так понял, что рынка нету для данного предприятия, там, не знаю, организации. Вот. Так как очень маленькое количество населения и в таком городе, к сожалению, пока люди не готовы платить деньги за организацию дня рождения для своего ребенка. Вот. Так как это, ну, для них в основном была одна такая большая проблема, что это было для людей дорого. Все хотели дешево, все хотели круто, вот, и люди не готовы пока платить за такие услуги. Но, в целом, даже при том, что я сейчас сказал, у нас было достаточно большое количество клиентов, которые, в принципе, проводили здесь. Сейчас нас уже знают, мы немножко подредактировали наши услуги под нашего клиента и, в принципе, люди обращаются. Но не так часто, как хотелось бы. Что сейчас с этим проектом? Вот. Подведу небольшую черту. На данный момент этот проект на стадии закрытия. То есть, ребята, которые сейчас занимались этим проектом, они, мы с ними договорились так, что они будут играть только роль ведущих, приходить уже на готовые мероприятия. Организацией праздников они заниматься больше не хотят. Вот. И на данном этапе я ищу себе либо бизнес-партнера, либо сдаю помещение-то в аренду. Вот. Потому что заниматься сейчас данной организацией у меня нет времени и по финансам это не так выгодно, как хотелось бы. Ну, если подвести такой итог, чтобы открыть студию детских праздников, надо первое. Надо жестко проанализировать рынок четко прямо. Посмотреть, какое количество детских садов есть, есть ли такие организации в вашем городе, платежеспособность под такие мероприятия. В общем, очень много мелких деталей, которые нужно учитывать. Второе. Локация. То, где будет у вас помещение. Потому что мы тоже столкнулись с такой проблемой. Минус был в том, что люди не все были готовы ехать далеко именно в наше помещение. Но даже при этом, конечно, ездили, но это уже всякие разные маркетинговые фишки. То есть, второе. Нужно учитывать локацию помещения. Вот. И третье. Нужно считать деньги, финансовые вложения на начальном этапе. В принципе, все. И смотреть варианты, возможные варианты развития именно в вашем городе. То есть, какими маркетинговыми площадками вы будете пользоваться для привлечения клиентов. И, нет, все-таки еще четвертое будет. Найти хороших аниматоров. Хороших аниматоров, хороших людей, которые будут заниматься организацией праздников. Это тоже очень сложно. Но, в принципе, человеческий фактор, он везде присутствует. И с этим, как ни странно, всегда есть сложность. Вот. Потому что не все люди после того, как начинают работать, начинают так же гореть и так же продвигать свое детище. Ну вот, в принципе, и все. Основные моменты рассказал. Задавайте свои вопросы по поводу этого выпуска. Если у вас есть желание работать, вы целеустремленный, вы креативный, вы любите детей, пишите мне в директ, пишите мне в личные сообщения, на почту, звоните куда угодно. Я всегда на связи 24 на 7. Вот. Если есть вопросы по данной организации, тоже задавайте. Кстати, еще быстро скажу, за 2 года нам даже поступали некоторые предложения по франшизе, но мы никак ее не продавали, никак ее не упаковывали, потому что я посчитал, что, по сути, из продукта это только знание и упаковка. Вот. Как отслеживать, как помогать, пока на тот момент не представлялось возможным, поэтому с этим как-то не проработали. Ну вот, в принципе, и все. Большое вам спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Здесь много интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...